МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите информационный выпуск программы события. В студии работает Виктория Бичурина. Главным темом на сегодня парламентские выборы по Сморгонскому избирательному округу номер 59 состоялись. Как рассказала председатель окружной избирательной комиссии Раиса Захарич, в этом году на территории нашего округа избиратели продемонстрировали высокую активность. Всего по Сморгонскому избирательному округу, в который входят два района, Сморгонский район и Островецкий район, внесено в списки избирателей 56 829 избирателей. Приняло участие в выборах или получили бюллетени, опустили их урны. Мы получили 45 038 избирателей, что составило 79%. Хочу сказать, что достаточно большую активность показали наши избиратели во время досрочного голосования, потому что за этот период, за пять дней приняли участие в выборах 48% наших избирателей. В день выборов это было 39% и приняли участие в голосовании на дому 13% наших избирателей. По результатам выборов наибольшее количество голосов, это 30 415 голосов, было отдано в поддержку кандидата с вилла Виктора Збигневича. Это составило 67% от числа избирателей, которые проголосовали. На втором месте, я бы сказала, такой кандидат против всех. Действительно, это было 13% или 5947 голосов, которые выразили свою волю в то, что они против всех предложенных кандидатов. Далее голоса распределились следующим образом. 10% или 4572 избирателя проголосовали в поддержку Вештоктерина Зиноновной, 4% в поддержку Мушницкого Ивана Ивановича и 3,4% в поддержку Крука Ивана Федоровича. По итогам предыдущих выборов тогда у нас было чуть больше 70%. По выборам в парламент была такая цифра, поэтому активность стала выше. В этом году было больше международных наблюдателей, было их больше и по нашему округу. С замечанием международные наблюдатели нам не говорили, только один из наблюдателей сказал, что его поразила организованность и оперативность, с которой сработала потом окружная комиссия по подведению итогов. Это было благодаря такой же хорошей, слаженной работе участковых комиссий, которые вовремя представили протоколы, итоговые протоколы. Год назад эстафету областного фестиваля «Дожинки» от Ивья приняла сморгонь. Так традиционно сложилось, что праздник тружеников села позволяет районным центрам не только продемонстрировать свои лучшие наработки в области сельского хозяйства, и со всей шириной белорусской души распахнуть свои двери для гостей, но и стать еще краше, получив дополнительное средство для благоустройства. О том, что сделано к «Дожинкам» в Сморгонии, нам рассказал председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик. Первый план мероприятий – это средства областного бюджета на общую сумму 6 млн 916 тыс. рублей, в которых вошли два объекта. Первый объект – это реконструкция улицы Советской от проспекта Индустриальная до кольца гостиницы. И второй объект – это капитальный ремонт с модернизацией здания районного центрального дома культуры. Второй план – план мероприятий за счет бюджетных средств района и других источников финансирования. Данный план включает в себя выполнение 90 мероприятий, финансируемых 23 субъектами хозяйствования на общую сумму 18 млн 776 тыс. рублей. Третий план – план мероприятий за собственные средства частных предприятий и организаций, в которой включены выполнение 33 объектов, финансируемых 24 субъектами хозяйствования. Четвертый план – план мероприятий по наведению парадка в частном секторе города, который включает в себя 56 улиц, 236 домовладений. Хочу поблагодарить наших жителей, особенно частного сектора, что откликнулись на данное мероприятие и привели в парадок свои частные подворья. Пятый план – план мероприятий по наведению парадка на территориях 7 сельских советов Сморгонского района. Шестой план – план разработан сельскохозяйственными организациями района по наведению парадка на земле к областному фестивалю ярмарки Тружеников села 2019. Для подготовки Сморгонского района к областному фестивалю ярмарки Тружеников села Дожинки 2019 выполнены работы по следующим объектам. Реконструкция улицы Советской от кольца в районе гостиницы до кольцевой развязки с проспектом Индустриальным в городе Сморгонь. Проектом предусмотрено выполнение работ по установке бортового камня, переустройству и ремонту тротуаров, устройству нового асфальтно-бетонного покрытия, устройству ливневой канализации 450 метров погонных и дождеприемников по всему запроектированному участку, замене уличного освещения, реконструкции мостового сооружения, устройству трехкнопочных светофоров. Объект «Капитальный ремонт» с модернизацией зданий районного центра культуры по улице Ветеранов 9. На данный момент работы по объекту выполнены в полном объеме, на объекте выполнены работы по ремонту и отделке зрительного зала, сцены, внутренних помещений, замена сценического, звукового и осветительного оборудования, ремонт и покраска фасада, замена столярных изделий. Выполнен текущий ремонт фасада здания «Фок Юность». Выполняются работы по объекту реконструкции бассейна в городе Сморгонь по улице Петра Балыша. Здесь запланировано выполнить работы фасада, ремонт внутренних помещений, ремонт и замену инженерных систем и оборудования, ремонт большой и малой ванн. Также выполнен ремонт и покраска фасадов центральной районной и детской библиотеки. Идут к завершению работы по объекту капитальный ремонт фасада Сморгонской детской школы искусства улицы Кирова, 2. Выполнены работы по объекту капитальный ремонт стоматологическое отделение районной поликлиники и благоустройство пролегающей территории. В районе выполнен большой объем работ по реконструкции сетей электроснабжения и замене оборудования на трансформаторных подстанциях и их ремонту. Силами Гродно-Автодор на данный момент выполнены работы по текущему ремонту почти 9 километров покрытия проезжей части республиканских дорог Сморгонского района. Силами Куб Гродно-Облстрой выполнены работы по текущему ремонту 20 километров местных автомобильных дорог. Ведутся работы по реконструкции дендропарка. Заказчик Сморгонский опытный лесхоз. Работы практически выполнены. Здесь выполнено устройство входа в дендропарк. Ведутся работы по установке декоративного ограждения, ремонт пешеходных дорожек. Выполнены работы по объекту благоустройства пешеходного бульвара по улице Советской. Здесь выполнены работы по замене тротуарной плитки, устройства освещения, ремонт и замена подпорных стенок, установка декоративных скамеек, 18 скамеек с гербами районов Гродненской области и Урн. Я хочу здесь остановиться, хочу выразить, конечно же, благодарность нашему Беларусьбанку и компании Кромоспан. Они оказали спонсорскую безвозмездную помощь по данному реконструкции данного объекта. Выполнены работы по объекту модернизации фазадов здания РКБУ с благоустройством по улице Советской, 5. Также ведутся работы по объекту капитальный ремонт проспекта Индустриальный. В 2019 году планируется выполнить устройство бортового камня и двух слоев асфальтобетонной смеси левой стороны проспекта по участке от хлебозавода до Т-образного перекростка. Все работы планируем завершить уже в следующем году. Также в настоящее время выполнена работа-кортировка проекта по реконструкции улицы Асланова. На данный момент проект находится на экспертизе. Работы планируется начать уже в 2019 году. Здесь будут выполнены пешеходные тротуары, съезды, остановочные карманы, установлено освещение. Проведение областных дожинок, конечно, очень значимое мероприятие для города, для района в целом. Мы молодцы, что и все организации откликнулись, выполняем. Но мы этим же не ограничиваемся. У нас намечены планы по дальнейшей работе, наведению парадка, модернизации, ремонту и так далее. Областной фестиваль ярмарка тружеников села Дожинки за много лет приобрел немало традиций. Чествование лучших работников сельского хозяйства. Конкурс караваев из муки нового урожая. Подворье всех районов. Дегустация национальных блюд. Большой галлоконцерт с участием известных артистов и не только. Но каждый раз гостей стараются удивить чем-то новым. Поэтому год за годом у большого праздника появляются яркие эпизоды. О некоторых из них рассказала начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Ражева. Сморгонь рыхтуется до дожинок с минулого года. И вось пришли опошние дни перед святом, Кали засталось из усим трошки для того, Кабыто свято отбылося. Вось тут на площади побачь знамей Буде перевязаны головный дожиночный сноб, Які сложыцца с напоў кожного района Родзинская регіона. И агульный снобудзе перевязаны агульным рушніком. У весь центр города перетворыцца ў святочную пляцовку. В улице Савецкая по дворке району Родзинская в области. В улице Гагарына стане такой гандлёвой концертной пляцовкой. У городским парку разместятся и выстава живёл, И музей под открытым небом, И выстава маэстроу народной творчасти, Концертная пляцовка с певной талакаяк разместятся в амфитеатры. У першыню на дожынках пройдя выстава конкурс На самую великую садовину Гароднину. Мы высветлим, дешу, якім районі Гродзинской в области Выросла самая великая бульба, ці самая великая капуста. На святочной пляцовце площы у вечаровой программе Выступить выдатные артысты беларускай эстрады Арт-группа Беларусы, Искуе Балян и группа Джей Морс. Мы вельми чакаем усіх гостей дажынок. Спадзяёмся, што на двор я посприяю нам Прынять гэта свята годна і з густам. В минувший вторник для двух десятков молодых парней Из Сморгонской пограничной группы Армейские будни отсчитали последние дни. Повзрослевшие и возмужавшие ребята Возвращаются домой к родным и близким. Военнослужащих, отслуживших срочную службу Провожали по традиции торжественно. Военские ритуалы всегда были выражением Мужества и Благородства. По сложившейся доброй традиции В актовом зале Сморгонской пограничной группы Чествовали военнослужащих, Которые в этом месяце увольняются в запас. В адрес молодых людей прозвучали слова Благодарности за значительный вклад В укрепление обороноспособности Белорусского государства, Инициативу и образцовое выполнение воинского долга. В органах пограничной службы Существует много замечательных традиций. Одна из них является увольнение военнослужащих в запас. Это мероприятие проходит в клубе воинской части 2044. Со всей границы собираются военнослужащие. И в актовом зале руководство воинской части Говорит теплые слова благодарности за службу, Вручает награды, дипломы Наиболее отличившимся военнослужащим. Я считаю, что молодые люди, Прошедшие эту негакую школу жизни, Могут полноправно гордиться тем, Что защищали последние метры своей родины. Во время торжественного мероприятия Личному составу были доведены приказы О поощрении военнослужащих, Выслуживших установленные сроки службы. Лучшие были награждены грамотами За хорошую службу И благодарностями, адресованными их родителям. Уважаемые Александр Николаевич, Светлана Сергеевна, Воины-пограничники Сморгонской пограничной группы Выполняют важные, сложные И разнообразные задачи По поддержанию высокой боевой готовности Надежной охране Государственной границы Республики Беларусь. Время пребывания в армейских рядах Не прошло для этих ребят даром. Пройдя службу, Вчерашние юноши выросли, возмужали, Закалились как морально, так и физически. Было отмечено, что служба в войсках Это отдельная страница жизни Для каждого мужчины. Все ребята написали эту страницу достойно. Я сам с города Молодечна, Прослужил полтора года На пограничном посту Клевица. Служилось хорошо, Пост у нас новый, В 2017 году открыли, Все есть условия, То есть, ну, без проблем. Хорошие товарищи, Всегда поддерживали. В принципе, все устраивало меня. Что было самое сложное? Ну, даже не знаю, что сказать. Ну, вот, подниматься в ружье по ночам. Ну, и не сказал бы, Что были какие-то трудности. Со временем привыкаешь. Служба была непростая на границе. Было много задержаний. Задерживали. Ну, в целом, ну, было... Я горжусь, что я служу в пограничниках. Чем будешь заниматься после? Ну, устройство обратно пойду на свою работу. Я сам штукатур. Скорее всего, на первое время, наверное, Обратно устроюсь, а потом будет видно. В армии я получил, как бы, еще одно образование. Теперь я повар. Ну, что-то пригодится. Все равно выносливость появилась. Физическая подготовка, моя уверенность, Она пригодится в любом случае в жизни. Я служил год. Служил на пограничной составе ЛОШа. В целом, служба мне понравилась. Было много разных моментов, Но зачастую, ну, я бы выделил, наверное, Больше положительных моментов, чем отрицательных. Каких положительных моментов? Ну, я завел много новых знакомств. Возмужал? Возмужал, да. Научился делать какие-то вещи, которые я никогда до этого не делал. Стал более самостоятельным? Да, стал более самостоятельным. Научился стрелять из многих видов оружия. До этого раньше не стрелял вообще. Мама за меня, конечно же, переживала. Но когда видела, в каких я условиях живу, Мое настроение в целом по приезду, Она всегда оставалась довольна. И знала, что я в хороших руках. Чем ты будешь заниматься после армии? Найду работу, начну самостоятельную жизнь с девушкой. Передаю привет Насте, я тебя очень сильно люблю. Скоро приду. Жди меня. Плановый инструктаж, и молодые люди готовы попрощаться Со своими боевыми товарищами и командирами. Каждый из этих солдат отдал долг Родине И теперь еще смелее и увереннее Пойдет по дорогам самостоятельной жизни. Высокие технологии в нашем мире Тесно внедрились в повседневную жизнь граждан. Трудно представить, чтобы у современного человека Не было компьютера, ноутбука или смартфона. Большинство людей не имеют четкого представления о том, Какие действия можно совершать в интернете, А какие запрещены законодательством. Зачастую незнанием обывателей пользуются злоумышленники. Количество киберпреступлений с каждым годом растет. Это оборотная сторона развития информационных технологий. На самом деле сути преступлений стандартной и проста. Один человек хочет завладеть мошенническим путем Денежными средствами и имуществом другого человека. Самым распространенным видом мошенничества Является через социальные сети. Такие, как Одноклассники, ВКонтакте и другие. Злоумышленник завладевает аккаунтом пользователя, Либо создает подобные. И начинает переписку с жертвами преступлений. В ходе этой переписки он пытается выяснить банковские реквизиты, А также другую информацию от других людей. Таким способом, заполучив необходимую ему информацию, Он получает доступ к лицевому счету потерпевшего, В результате чего происходит хищение денежных средств. Другим распространенным способом совершения мошенничества Является через телефонные звонки от якобы представителя банка. Собысло заключается в том, что люди звонят и представляются работниками банка. Сообщают о том, что с их лицевого счета совершается попытка совершения хищения денежных средств. Либо перевода, либо совершение каких-то других операций, Таких как оформление кредитов, овердрафта. В ходе общения с представителями якобы службы работника банка Он просит сообщить сведения о банковской карточке, Личный номер паспорта, сведения о лицевом счете, Либо другую информацию. После чего также может попросить сообщить сведения о сообщениях, Которые приходят на мобильный телефон. Ни в коем случае данную информацию нельзя предоставлять. Таким образом, злоумышленникам получают всю необходимую информацию, После чего, различными способами, подключив интернет-банкинг, Через посторонние сайты происходит хищение денежных средств С платежной карточки и лицевого счета клиента. Эти способы совершения хищения мошенническим путем актуальны и для Сморгония, Поскольку в Сморгольске РУВД уже поступали обращения от жителей города с такими заявлениями. Хотелось бы обратиться к гражданам. Ни в коем случае не сообщайте реквизиты своих банковских карточек, Паспортных данных и другие. Работники банка, если вам не звонят на мобильный телефон, То они уже часть информации знают. И ни в коем случае не будут у вас уточнять персональную информацию, Сведения о карточке, номерах паспорта и другую информацию, Поскольку у них она уже имеется. Они ни в коем случае не будут просить у вас сведения об СМС-сообщениях, Которые приходят на ваш мобильный телефон. Если к вам начали поступать такого рода звонки, Вы обратите на них внимание, уточните фамилию, имя, отчество у данного работника. Вы это можете потребовать узнать. Узнаете цель его обращения. Ни в коем случае не сообщайте ему информацию, которую он у вас и просит. Если у вас возникнет сомнение, то что это действительно звонит неработник банка, То прекращайте с ним разговор. После такого звонка вы перезвоните по номеру телефона банка, Который вас обслуживает. Номер телефона указан с обратной стороны пластиковой карточки. Перезвоните именно по тому номеру телефона, который указан на этой карточке, А не по тому, к которому вам обращался человек. Сморгонский РУВД призывает вас быть бдительными. Музыка. 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 Наши пожилые родственники нуждаются в вашей заботе и внимании. Музыка. 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 Не ожидается. Ночью столбики термометров покажут минус 4, минус 6. Днем от 2 до 4 градусов мороза. Ветер юго-восточный умеренный. Во вторник 26 ноября нас ожидает облачная с проснениями погода. Ночью от минус 3 до минус 5. Днем 1,3 градуса мороза. Ветер южный умеренный. По предварительным прогнозам на следующей неделе температура воздуха немного повысится. На этом наш выпуск завершен. Благодарим за внимание. Будьте в курсе событий. Продолжение следует.